еще раз здравствуйте мои дорогие я уже в машине так собираюсь на каток сколько у нас там десять часов наверное я засиделась значит что я вам скажу очередная атака во первых у меня лично на моем физическом плане я имею ввиду дьявольские атаки от экипажных ангелов на моё физическое тело колено колено мне же целый год у все было нормально и я каталась и ничего вот как мужа скрутила вообще непонятно что с этой вот со спиной и 10 дней держалась сейчас этим лучше но у него начали как вспышки перед глаз перед глазами не уже один только глазик и у меня что же самое было годами вот те вот вспышки когда я еще боялась сам водить машину вот это вот еду-еду-еду и вдруг допустим я сижу на пассажирском сиденье муж ведет машины вдруг вот эти вот вспышки и вот перед глазами просто вот сейчас чувствую просто упаду под в оморок вообще непонятно вот эти вот вспышки и она у меня давно была давно преследовала то представляется вот такое вот как как у меня была у меня его уже давно не было уже давно не было но у меня же целый голод с прошлого года с прошлого года ли до сeszта за прошлого года то вот эти вот то что я каюсь кающих каюся за все вот true merdu прошедшие за все что там вот хотя и к ходила на покаянии уже лет восемь а вот конкретно вот как я просила господи ты мне покажи за что еще покаяться что вот где еще есть в эти вот дьявольские крючки и вот от вот смирнов когда знаете вот там вот вспомнилась вот эти вот без и веса воплоти который смирнов за аргентинские и он же он не арки я не знаю какой у него сейчас гражданство но я его называю смирнов москвич и смотрите чем больше вот я когда стала видео ставить свои на ю тубе три года назад а вначале на пейсбуке станут и полгода стала стала мы старший сын говорит мама ставь на youtube и потому что на пейсбуке потом сложно найти у тебя там разные посты эти вот и на ю тубе хотя бы вместе будет собрано то есть вот из этих три с половиной тысячи листок у меня шестан на ю тубе еще есть целых полгода на пейсбуке но она уже сохранилась вот сохранилась на фейсбуке то есть я есть она и она сохранилась у меня в памяти я шумишь и говорила слава богу и там такое количество еще помню вещи которые я не оговорил например не говорила не рассказывала до смирнова что произошло потому что в том ресторане в аргентине в 2000 году смирнов явился перед пасхой в 2000 году а я работала полгода да и за те полгода это на самый крутой этой вот улице буэнос-Арес я работала на флориде посмотрите флорида даже есть флорида здесь в сша я живу это целый штат флориды когда скажу я работала во флориде на флориде во флориде если сейчас мы полетим во флориду даст бог через три недели целой семьей во флориду штат то есть когда вы употребляете глагол эти вот привет блоге привет привет блоге вот это тоже важно то есть и на фото и на фото они он и фото он это то что вот положить можно вот я сейчас положила мой палец конкретно на вот это вот телефон видите это конкретная вот это вот а вы видите и на печь вот на картинке берите меня и на печь а вот вот я положила руку вот на вот эту вот я перекладываю да вот это она печь а и вот если нарисована полного цвет и на печь а вот тут вот что я вижу всякие вижу я вижу при вот и не видите вам она кажется все серы а я вот я посмотрю и вижу вот этот вот при что оно как принт то есть как отпечатки вот она она не не целью вот это вот краска я вижу все рассуды вот это вот рисунок сверху не знаю видели были сбоку то есть сбоку можно одно видеть а вот это вот знаете как правда у каждого своя вот моя правда это будет а истинная правда истинная правда только у бога иисуса христа вот только и у святых у святых которые уже прошли смерть или которые были восхищены богом обхожу грузовик или восхищены бога вот как илья но восхищен бога и возьмем кино и и ноха и сама книга не это считая считается апокрифа то есть не включена так сказать классическую библию но имя и ноха говорится именно в новом завете апостол павел говорит вот такие ножны восхищен значит блога вы представляете и но а у него есть книга смотрите еще нападки посмотрите у меня и вообще не помню когда вот у меня какие-то что-то так вот растресканные сосуды я сегодня утром проснулась бум а здесь вот как это вот как пятно растресканные сосуды вообще непонятно что я говорю как дьявольские атаки поможем вот эти вот перед глазами флаж и у меня вот это вот непонятно вчера его не было вчера его не было дьявол дьявол вот эти вот крючки дьявольские вот эти вот крючки за все вот эти вот крючки цепляются но кто расщепляет знаете вот эти вот крючки сколько бы не цеплялся дьявол и не тянул вот вниз господь может пропустить господь никогда не дает нам свыше наших сил и у каждого из нас разный старт если кто-то хвастается а я это вот нужно жить не так чтобы значит надо надо жить так чтобы не грешить ну покажите мне как вы там не грешите ха 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 покажите мне смотрите соломон который считаться наимутришим наимутришим на этой земле наибогатейший наимутришим это под конец посмотрим как закончил как он закончил во-первых 52 я уже пережила на два года соломона соломона он покаялся пришел к нему пророк сказал кратец себе соломон и потом он покаялся иуда из кариотский он покаялся из кариотки это не фамилия его из кариотский соломон соломон же разные у моей невестки не очень соломон собака была это та которая вот с пеной за ночь пункт и там траляля до свидания опа нормально полиция ну это вот я иду нормально у меня 60 и и сама покаялся это будет 52 года и теперь вот а собака соломон я когда познакомилась с аллюхой но невестушка моя и мамане и и надо четыре года назад она первое что он сказал она стала за собакой свою рассказывать а у них огромный волкодавище был огромный соломон огромный волкодав он такой страшный того вот она мартура моего чуть не 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 за не захавал живым говорю на полном серьезе вот бедный мужчин там думал то ли прыгать с этого со второго этажа потом думать ноги переломают убийца или в лесу броситься представляешь а представляете а у нас же ведь его собака 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 здоровая у нас у даниила значит одноклассник и смотрите там возраста даниила и у него сестричка возраста дженнифер они абсолютно вот я дружила с его родоками и мы были на дне рождения что-то не в дне рождениях и одного и второго и до сих пор и общаемся все это вот и вот этой вот девочки когда она была маленькая на нее кинулась собака ее бабушки родной прокусила еще по щекам вот так вот раскрылась полностью полностью это бабушка эту собаку не успела ничего я разговаривала с мамой вот этой вот вот это мама вот этой вот девочки мама мама мамы то есть мама мама мамы это ее собственная внучка и ее собака еще прокусила дочь его внучки щеку ползу не огромный шрам на щеке уже прошло огромное количество лет то есть я помню когда все это случилось и я помню до шрама и вот и сейчас девочка очень красиво начать еще 13 лет вот этот шрам у нее есть она все время ну вот вот огромный то есть это никакие не не рассказки я спрашивала у мамы этой девочки игры слушаю маманя твоя что собака сделать ничего не сделала представляешь ничего не сделал ничего не усыпила ничего до сих пор вот я не знаю там жива ли та собака или нет я вообще в том шоке представляете что моя мать такую собаку держала или вообще там просто здоровенная собака и вот я говорю эти вот и реальные эти вот это собака реальные случаи и так далее так задержачку мне задержачку задержачку мне вчера доченька заказала на шеине держачку для этого вот и микрофон для телефона и для моего вот этого эппела и держачку для для машины для телефона и вчера ниже кроссовок нет у неё конверсы а на конверсах не нужны кроссовки кроссовки для фигурного катания и так далее в общем я я вчера заказала на гамма посмотри я там нашла эти вот кроссовки она даже и фирма брук это именно брокер за нее рассказывал она и просто очень популярна она самая приличная в эти вот ноги самый лучший кашин кашин вот те кто бегом занимаются вот американцы ну лучше всего амортизирует именно бегуны бегуны и часто используют вот эту вот вот эту фирму тренировочные сникерсы и ей же нужно офф айс вот когда она там растяжки и так далее делая то есть она вообще в конверсах в кепах представляете делает это никуда не годится очень я вчера заказала опять же у нее должило денег 120 долларов вот и к этому и платья она нашла еще нашла песню для которой она хочет исполнять вот 25 февраля вот здесь вот сейчас я приехала на этот каток и платье тоже для фигурного катания в общем она хочет из мультфильма tingled то есть из этого тарапурсел там песня такая красивая и у нее сиреневое платье из мультяшного и сиреневое платье у этой рапунцел и очень посмотрим что тренерша ответит или тренерша будет свою песню или вот это вот разрешит поставить хореографию то что дженнифер просит и тогда платье надо и заказать я говорю я в таких долгах перед дочкой я имею ввиду перед дочкой перед мужем уже я должна 700 баксов дочке я уже 400 налоги значит давать налоги у нас тоже непонятно потому что это должны документы прийти перед тем как идти в налоговую и муж там снимал с этих вот он ну нам не хватает этих вот пенсии то есть он снимал с наших накопительных пенсионных но тогда нужны еще там какие-то войны налоги и так далее и она идет в эти в общем эта система налогообложения там очень сложно и если нам обычно там побольше возвращали очень мало вернули денег и вернули я не помню там сколько было 700 долларов то есть никогда не знаешь сколько там вернут по этим вот по таксам есть еще могут не вернуть а наоборот и должен был уже доплатить государству но здесь несложная система там они сами высчитывают мы там это вот берем бухгалтера можно конечно самим высчитывать но мне муж говорит нет ты не будешь высчитывать это вот и он не хочет сам высчитывать то есть он берет бухгалтера раз в год это вот по таксам плате допустим там сейчас вообще это больше 300 долларов надо сразу заплатить чтоб тебе сделали вот эту вот пачку документов то есть у нас по планам даст бог если мы говорю даст бог еще сделаем это до февраля и я думаю даст бог хотя бы вот около там их хоть что-то вернется чтобы не доплачивать уже у меня и знакомый которым приходилось даже с детьми маленькими им приходилось государству доплачивать вот иногда они радуются что это вот по нуля ну типа не мы вам не они нам не вы нам не должны вот так что это каждый год это как вы понятия не имея были годы что когда мы вот очень сильно экономили и так далее никуда не ездили и нам раз в год возвращали один раз и даже вернули ну допустим там четыре тысячи пять тысяч вернули и вот я говорю так стив половина твоя половина моя вот и вот эти вот и деньги таким образом я помогла там сеструхе тысячу степ сеструхе кинула перевела подарок на свадьбу потом тысячу на ее там здоровье этот вот там на помощь когда только еще война вот и начинала ну там когда это гражданская вот уже 2024 это же 10 лет будет вот так вот ребята привет летом будет 10 10 лет а как погибла горловская мадонна ну вот кристина жук и не знаете кто это гуглите потому что я уверена что не не валюха моя они не мой сын старшие понятия не имеют что такое аллея славы 2014 это вообще валюхе было 14 лишь она там помните 14 лет куню там с гулькин пуп я имею ввиду опыта опыт это вообще не значит что она не умная девочка не талантливая это просто значит что она у короткие очень этот вот опыт и вообще не сравнить опыт жизненный которую моего артура был 14 лет то есть вот эти вот знаете я бы везде с собой возила его то что он ну вот знаете увидел и первое что он вот когда он увидел валюху ну вот они столкнулись 2019 в одессе на фестивале он же не знал откуда она именно родом она была зарегистрирована но это как христианский сайт там же не говорилось откуда она там сама из села этом вот жена из дальника и так далее одесская область то есть у нее это вот страница ее было что она христианская певица и так далее но певица ну там есть ее то что она родилась в 2000 году то есть знал он сколько ей лет и знал что она там на каком языке поет знал что она это вот христианка в таком плане и знал какой на деноминации то что нам у баптистов и такую ну а мы разбираемся он пятидесятник она баптистка и мы знаем вот эти вот правила как что но в 2014 в 2010 только ее покрестили эти вот родаки они сами держатся одной попой на этих вот на двух стульях то есть они вроде бы как протестанты вроде как баптисты но втихаря не и покрестили когда я была 10 лет в 2010 на это вот тоже на молдаванке в одессе какой-то церкви договорились все тихаря и это вот то есть и вашим и наша и она вообще не представляю в 10 лет вот так вот взять и там вообще разделе ее до нога и вот эта столпа людей стояла и все это напомнит и ее вообще не спрашивали родыки они насколько настолько тупоголовые я вам говорю тупоголовые потому что она знаете вот по фотографии выглядела я думала она этого вот ну с виду маленького роста и думала что ее родыки маленькие но когда я приехала до такая очень высокая девочка то есть на высок очень шикарно вот красиво высокого роста и и родыки тоже вот на фотографии кажется что они особенно папа такой маленький кругленький вот кажется он не это вот не маленького роста вот совсем не маленького роста то друзья приехала первое что я увидела что это вот мама одинакового роста но я имею ввиду они смотрите если катька она вот такая вот мне она вот такая вот мне артур высоченный и валюха когда там мечтала там я не знаю вот и думала вот только высокий 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 вот парень и там когда они столкнулись ой какой он там ну столкнулись 2019 то есть он ее узнал он ее уже виден он понятия не имел что на из деревни когда вот первым сказал когда мне звонил и но рассказывал за его за рода кофе нам они люди очень простые вот из села они они ничего не видели в таком плане они видели они в киеве жили они при депутате работали они они видели они не идиоты они не идиоты да они не видели уже они другой свет не видели они потому что они деньги все копили непонятно для чего вот непонятно для чего это не видели это не видели и у них вот какие-то свои понятия вот эти перевернутые то что там сша вот сша 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 и вот я им говорю вот конкретно главное небо корзину побольше возьмите вот корзину побольше возьмите чтобы больше этих вот долларов собрать а то я вот сегодня опять с вами трендю а там вот уже эти доллары уже все разобрали разобрали на деревьях были независимо холодно или не холодно на улице в определенное время знаете как манна небесная вот выходишь и там доллары вот в таком плане а сегодня я опоздала опять и то есть он мне говорит ма что ты не хочешь они вот не видели да видели они я тоже я артуру говорю в артур то что ты думаешь они не видели знаешь ты очень ошибаешься потому что они жили в киеве они работали на депутаты и вот эти вот никакие они не простаки никакие не простаки они просто повернуты на вот на бабки 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 и непонятно куда и вот куда вот их вот это вот материальная тянет тянет вот это вот мамона который мамона это не просто деньги, сами деньги не грех, жадность, зависть, вот это, это которые дополнительные, именно вот это вот беса, именно имя беса, вот это вот мамоны, сатана, люцифер, это два разных беса, против них светлые ангелы сражаются, вот ангелы и архангелы, и которые в Ветхом Завете их имена есть, и в Новом Завете их имена есть, и, смотрите, евреи, иудеи, они украшали, смотрите, эти вот ангелы и архангелы были внутри храма Соломона, и у них имена были, они четко это знают, вот эти вот каббалисты и так далее, эти иудеи, они четко знают, они же придерживаются Ветхого Завета, четко знают Бог, значит, а какой именно ангел был послан, чтобы сжечь Содом и Гоморру, это был ангел Гавриил, архангел Рафаил, он вывел Лота его семью, не просто семью, потому что дочерей он вывел, а эти вот, зятья не захотели выходить, жена вышла, но потом обернулась, это сказали, не оборачивайся, не оборачивайся назад, и Лот вышел, потом, значит, он, смотрите, дочери что сделали, напоили его, потому что перепугались, что у них больше этих вот детей не будет, переспали вот это вот, допустили кровосмешение и так далее, но я сейчас не об этом, вот это Содом и Гоморра. Теперь, в Новом Завете, какой и почему, вот, не бойся, не бойся, сказал архангел, этих вот, Гавриил, Пресвятой Богородицы, а представляете, если она знала Ветхий Завет, читала, прекрасно знала, она при этом, вот, она первый ребенок, ребенок в семье, первая и единственная, независимо, девочка или нет, в три года отдавали в храм, и она же именно там вот жила, она же не в этом вот, не в Риме, она не в Париже была, и именно в храм отдавали, то есть отдавали, ну, там же целые храмы, храмовые помещения, там, ну, вот, разные были, то есть на той стороне, где женщины, детская половина была, ее воспитывали до 12, и до 12 потом выпускали, потому что вот у девушки начинаются уже эти вот, ну, вот, периоды и так далее, вот эти вот критические дни и так далее, представляете, Валеху в 10 лет, как она вот раз, это она намного, я имею в виду, крупнее меня, физически крупнее меня, мамая, маманя моя, она меньше роста, но она намного крупнее меня, вот Катька, она мелкая, худая, вот, вся эта вот, и я имею в виду, когда период начинается, то есть моя мать крупнее меня, и она мне только в 14 лет спросила, там, что это за период, который у меня вообще период в 12 лет начался, и хоть и я худючая была, она понятия не имела, то есть у меня вообще могло где-то в 11 лет начаться, у моей матери, я вообще это не волновала, в 11 лет, то есть в 12, она меня выкинула, вот, вообще не узнавая, то есть я для нее была вообще никто, то, что у меня уже период, то, что это вот, она меня вообще не научила, ни как прокладки менять, ни что такое прокладки, ни это, ничего, она меня в 14 спросила, а у тебя уже начались эти вот критические дни? Я хотела сказать, ты что, вообще это вот, со мной я с Глузду съехала, вот, серьезно, и она такая, ну, моя мать, она такая вот у нее, здесь вот есть и попу, жопасты, ну, эти вот части у нее есть, это я, вот, знаете, как чахлык не вмырущий, я же не об этом, вот я не об этом, ей взбрендило в 14 лет только меня сбродить, и я такая, ты что, вообще это вот, вот на всю бошку, я пошла покатаюсь.